Здравствуйте! В эфире «Время жить»! Программа о медицине, здоровье и психологии. Сегодня вы увидите кишечную инфекцию у детей, что делать? Развод супругов, как смягчить ситуацию для ребенка? Сердечное недостаточное. Что это такое? Практически каждая мама сталкивается с кишечной инфекцией у своего ребенка. Это, пожалуй, одно из самых распространенных заболеваний у детей. Но это вовсе не означает, что вся проблема в грязных руках малыша. Более подробно об этом расскажем дальше. Среди всех инфекций, которыми болеют дети, на втором месте по частоте заболевания после ОРВИ находятся кишечные. Малыш, играя на улице, тянет в рот немытые руки, игрушки, ест грязные яблоки в саду или собирает ягоды. Близнетворные бактерии и вирусы попадают через пищевод в желудок, размножаются и вызывают различные патологии. Не зря в данном народе говорят, что кишечная инфекция – это болезнь грязных рук. То есть, естественно, нужно очень тщательно соблюдать правила личной гигиены. То есть, это мыть руки до еды, после еды, после посещения туалета. Естественно, чтобы правильно обрабатывались овощи, фрукты, когда перед употреблением. Если не соблюдать определенных правил, заразиться одной из кишечных болезней ничего не стоит. Зачастую инфекция попадает в организм с грязью, в которой живут разные микробы. Да и обычные мухи переносят опасных возбудителей. Но нередко причиной кишечной инфекции у детей становятся некачественные продукты питания или недостаточно очищенная вода. Профилактика – это, естественно, здоровый образ жизни, контроль над питанием, соответствующий термических продуктов каких-то. Особенно в летний период молочные продукты надо быть очень осторожными, потому что смотрите обязательно при покупке на срок реализации и детского питания. Кишечные инфекции вызываются разными микроорганизмами – вирусами, бактериями, грибами, простейшими. У нас в стране это преимущественно бактерии дизентеринная палочка, сальмонеллы и шерихии. Встречаются и другие бактериальные инфекции. У маленьких детей их возбудителем могут стать условно-патогенные бактерии – микробы, которые входят в состав нормальной микрофлоры, но при определенных условиях вызывают заболевания. У детей первого года жизни такими условиями является незрелость иммунной системы, часто бесконтрольный прием антибиотиков. Если состояние детей средней тяжести, то, естественно, мы назначаем диету безмолочную, обильное, питье, и назначение каких-то кишечных антисептиков. Если ребенок поступает в состояние средней тяжести или тяжелой, значит, тогда, если у ребенка наступает явление обезвоживания, то тогда может быть применение инфузионной терапии, то есть проведение инфузионной терапии. В первую очередь родители должны принять меры по детоксикации детского организма. Дайте ребенку сорбенты. Антибиотики и другие методы лечения назначаются врачом, так как могут серьезно навредить ослабленному детскому желудку и кишечнику, вызвав дисбактериоз и другие осложнения. В случае высокой температуры и сильной повторяющейся рвоты обязательно необходимо вызвать врача, так как больному может понадобиться госпитализация. На каждый возраст рассчитывается определенное количество жидкости. И учитывать надо, конечно, если стул там 2-3 раза, то, может быть, и не стоит там по 5 литров пить этой жидкости. Может, достаточно литр жидкости в сутки. Ну и, естественно, безмолочная диета. То есть каша на воде, картофельное пюре на воде. То есть не надо нагружать кишечник. Обезвоживание становится самым опасным последствием кишечной инфекции. Потеря хлора, натрия и других жизненно необходимых минеральных веществ чревата тяжелым нарушением метаболизма, болезнями сердечно-сосудистой системы, почек и печени. Когда ребенку нужно дробное обельное питье, ребенка отпаивать, то мы, как всегда, рекомендуем мамочкам солевые растворы, регидрон, энтеродез, смекту, например, если вы диареи. Но чтобы при этом была температура нормальная, потому что при высокой температуре, когда имеется жидкий водянистый стул, то смекту нежелательно. А вот при нормальной температуре, при частом водянистом стуле, то это хорошо сорбенты. Чрезвычайно важным является также правильное питание ребенка во время болезни. Не стоит прекращать его, так как кишечник должен работать. Лучше сделать питание дробным, давать больному малышу постный вареный рис или овсяную кашу. Чтобы остановить обезвоживание, пойти ребенка чаем, киселем, компотом из сухофруктов, соляным раствором. Грудничков во время инфекции продолжают кормить сцеженным молоком каждые пару часов по 10-20 мл. Полезно также включать в диету пюре, приготовленное из печеных яблок, вареную морковь, тыкву и тертые бананы. Более специфическое лечение зависит от возбудителя инфекции. В современном мире такая болезнь, как сердечная недостаточность, возглавляет статистические списки по заболеваемости и смертности в разных странах. Это одна из самых актуальных проблем, которая беспокоит пациентах и их врачей на сегодняшний день. Сердечная недостаточность Сердечная недостаточность – состояние, связанное с тем, что сердце не справляется со своими функциями насоса, обеспечивающего нормальное кровообращение. Как следствие, нарушается циркуляция кислорода и питательных веществ в организме. Это приводит к застою крови. Сердечная недостаточность – это во всем мире идет дискуссия, что это самостоятельное заболевание, либо это синдром. Но в нашей стране как-то принято, что мы больше в рамках отдельной нозологической формы. Хотя во всем мире считается, что это синдром, так скажем, итог любого заболевания сердечно-сосудистой системы. Артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца, любые пороки сердца, нарушения ритма. Все это на каком-то этапе развивается, сердечная недостаточность, и в общем-то в последующем она прогрессирует. При острой сердечной недостаточности больного госпитализируют. Обязательно соблюдение режима с ограничением физических нагрузок. Лечебная физкультура подбирается врачом. Необходима диета, богатая белками, витаминами, калием, с ограничением поваренной соли. А при больших отеках – бессолевая диета. Из таких современных методов лечения – это ресинхронизирующая терапия. У нас есть пациенты, которые наблюдались в течение нескольких лет, тяжелейшие больные с низкой фракцией выброса, нарушением проводимости, с нарушениями ритма. И ставится, в общем-то, ресинхронизатор, то есть трехкамерный кардиостимулятор, который позволяет синхронизировать работу предсердия желудочков. И признаки сердечной недостаточности, они прямо вот уходят на глазах. Если пациенты раньше не могли спать, приходилось там полусиде при принятии горизонтального положения, это не просто одышка, а вплоть до души, вплоть до развития отека легких, то потом, когда к нам вернулись, это просто другие люди, которые, в общем-то, могут уже самостоятельно передвигаться и ходить. В общем-то, и качество жизни улучшается намного. В отличие от прошлых лет, в настоящее время достижения современной фармакологии позволили не только продлить, но и улучшить качество жизни больных сердечной недостаточностью. Однако до начала медикаментозного лечения заболевания необходимо устранить все возможные факторы, провоцирующие его появление. Лихорадочные состояния, анемию, стресс, избыточное употребление поваренной соли, злоупотребление алкоголем, а также прием препаратов, способствующих задержке жидкости в организме. Препараты, дело в том, что при сердечной недостаточности, безусловно, ну не каждый год, но раз в 2-3 года меняются национальные рекомендации, меняются европейские рекомендации по лечению этой нозологии, и буквально там каждые 3, ну может быть 4 года меняются наши российские рекомендации. Пересматриваются препараты, действительно, но есть группы, которые, допустим, нужны обязательно, то есть независимо от того, какая там причина привела к развитию данного состояния, но есть группы препаратов, которые должен принимать любой пациент с сердечной недостаточностью, ингибитор ангиотензин, превращающий в фермент, там блокаторы рецепторов к ангиотензину 2, там бета-адреноблокаторы и антагонисты антистероновых рецепторов. Иногда, когда причиной недостаточности является аритмия, при которой не помогает лекарственная терапия, может потребоваться оперативное вмешательство, чтобы установить искусственный водитель ритма. Кроме этого, хирургическое лечение применяется при проблемах с клапанами сердца, а также в вопросах, связанных с закупоркой артерий. Может быть, за рубежом у них больше каких-то возможностей, там искусственный левый желудочек, искусственное сердце ставится. У нас в настоящее время трансплантации сердца проводятся, и такие больные есть, в общем-то, не только в мире, но и в России, и у нас в Рязани, в Рязанской области. Лучше до этого, конечно, не доводить. Немедикаментозное лечение сердечной недостаточности предполагает следующее мероприятие. Для уменьшения нагрузки на сердце необходимо поддерживать оптимальную массу тела, прекратить курить, ограничить физические нагрузки и соблюдать определенную диету. В первую очередь ограничить потребление поваренной соли и жидкости, и в рацион включить продукты, богатые калием. Картофель лучше в мундире, изюм, сливы, абрикосы, персики, черную смородину, бананы и апельсины. Все случается в нашей жизни, невзирая на то, что вступаем мы в брак с самыми светлыми надеждами на будущее. Бывает и так, что приходит время развода. Почему так случилось? Кто виноват в этой ситуации, у всех по-разному. Разрыв в семье – это серьезные перемены, которые могут отразиться на психике ребенка, на всей его дальнейшей судьбе. Как дети переживают развод, и что взрослые должны сделать, чтобы малыш остался психологически здоровым, в следующем сюжете. Естественно, что развод супругов для ребенка в большей или меньшей степени стресс, ведь таким образом рушится его маленький мир, к которому он привык и с которым сроднился. Это перемена, которая неизвестна, что несет для него. Проблема в том, что родители развестись не могут. А вообще это пожизненно. Разводится мужчина и женщина, разводится муж и жена. И поэтому, если разводятся мужчина и женщина, муж и жена, а при этом оба понимают, что они родители, они папа и мама, ну, слушайте, даже если вот не приведи бог, кто-то из них умрет, он все равно останется папой или мамой. То есть очень четко делить. Мужчина и женщина, муж и жена, да, они могут полюбить других, они могут развестись, они могут жить в разных местах. Папа и мама могут любить других мужчин и женщин, могут жить в разных местах, но они остаются папой и мамой всегда. Ребенок, находящийся в сознательном возрасте, пожалуй, переживает расставание взрослых тяжелее, чем они сами. И больше всего страдают дети в семьях, где контакт с ушедшим родителем окончательно разорван. Малыш еще не обладает способностью взрослых рационально осмысливать происходящее. Поэтому он намного более уязвим в стрессовых ситуациях. Очень часто случается то, что он начинает винить себя в распаде семьи, не умея объяснить случившиеся объективными причинами. Ребенок после развода должен общаться и с отцом, и с мамой в той мере, в которой могут ему дать свою любовь взрослые и в той мере, насколько он хочет этого сам. В любом случае для ребенка развод супругов – это травма. Я могу объяснить, почему. Потому что там вот как раз очень важное заключается в том, что для нас вообще очень важно отделить функцию мамы и папы от мужчины и женщины, которыми являются наши родители. Просто в норме мы это начинаем делать с подросткового возраста, и кому-то не хватает всей жизни для того, чтобы вот как-то отделить, что есть мужчина и женщина, и есть мама и папа, которые не целиком закрывают эти две роли. А проблема маленького ребенка или любого ребенка, который оказывается в такой ситуации, что он вынужден это делать быстро и не по своему желанию. И вот тут как раз помощь родителей в том, что папа и мама остаются, папа и мама, как папа и мама могут разговаривать и договариваться, а все, что касается мужчины и женщины, это не касается ребенка. Любое требование к ребенку после развода стать на чью-то сторону, быть за маму или за папу, это сильнейшее психологическое давление, которое может сказаться на всей дальнейшей жизни. Еще хуже, когда один из родителей наговаривает на другого, рассказывает негативные ситуации, подстрекает ребенка против другого родителя. Этого категорически делать нельзя. Взаимоотношения между взрослыми людьми – это одно, а жизнь ребенка и его психика – это совсем другое. Так отец, который наставляет сына против мамы, может довести до того, что взрослый сын не сможет нормально общаться с женщинами, так как через маму будет воспринимать их всех плохими и нехорошими. Я очень часто слышу от клиентов уже взрослых, когда человек, уже очень взрослый человек, начинает рассказывать о себе и говорит, например, слова такого плана, что вот, а когда мне было 6 лет, отец с нами развелся. А это означает, что этому человеку так или иначе в детстве транслировали. А это очень часто бывает желание подраться с детьми и сказать ребенку, что папа нас бросает, или мама нас не любит, а мама не хочет с нами общаться, папа от нас уходит, папа теперь любит другую женщину, у него другие дети. То есть это ужасная вещь, когда взрослый человек сваливает на маленького ребенка свою неспособность справиться в своей жизненной ситуации. Воспитание ребенка – это дело не одного года, но наладить с ним взаимоотношения, такие, как нужны вам в ваших силах. Бывает так, что дети после развода родителей вырастают даже более стрессоустойчивыми, чем дети полных семей. Это результат работы их родителей. На этом наша программа подошла к концу. Я желаю вам цветущего вида и хорошего настроения. Помните, ваше здоровье в ваших руках. Берегите его. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон»